20 февраля 2017 года от Антарктиды откололся гигантский айсберг размером с остров Манхэттен и ушел в свободный дрейф по открытому океану. Сбылись худшие предположения самых разных экспертов, от геологов до астрологов. Ледяной континент продолжает стремительно разрушаться и никто не может объяснить причины этого явления. Центр тяжести есть у любой планеты. Если он смещается, то это вызывает люфт, это вызывает неравномерное вращательное движение, которое рано или поздно заканчивается кувырком. Так вот сейчас есть тенденция к тому, что материки нашей планеты сближаются и вновь могут образовать суперматерик, гондвана такой, который вызовет дисбаланс в обращательном движении планеты Земля и вызовет вот это явление переполюсовки внезапное. Тогда уже, конечно, многие формы жизни на планете погибнут. Еще в октябре 2016 года программа «Тайны Чапман» предложила сенсационную версию. Ответ на вопросы о будущем Антарктиды надо искать на недавно обнаруженном на ледяном континенте кладбище доисторических животных. То, что ученые открыли в Антарктиде такое кладбище динозавров древних и вперемешку лежали травоядные хищники, говорит только о том, что катастрофа наступила внезапно. Это мог быть метеорит, допустим, который прилетел в локальный регион Антарктиды и вызвал вот это явление. Поэтому животные разные, не только динозавры, могли оказаться застегнуты врасплох и вперемешку. Гигантские скелеты сухопутных и водоплавающих ящеров лежали рядом. Как будто все они в спешке пытались спастись от опасности. Что могло напугать древних животных? Отчего вдруг стали проявлять беспокойство пингвины? Это паника. Паника. Просто паника. И угнетение как эмоциональной сферы. Организм это переводит как то, что здесь нельзя жить. Мы умираем, мы должны покинуть это место, иначе плохо. Откололся материк, да, катастрофа. И тоже, если это не прописано в программе организма, как вести себя в подобных ситуациях, то организм начинает психовать. Он начинает вести себя неадекватно. Волноваться начинают живые существа. За 10 дней до того, как откололся гигантский айсберг, жители прибрежных районов Новой Зеландии были потрясены массовым самоубийством черных дельфинов. Такого ни местные жители, ни спасатели не видели ни разу. И снова было непонятно, что же стало причиной этого явления. Кто-то говорит, что это какая-то местная аномалия магнитного поля. Кто-то говорит про тектоническую активность. Кто-то грешит на загрязнение океана, собственно, шумом от работающих двигателей, рыболовных судов, которые там есть. И, собственно, дельфинов это могло свести с ума, ну, немножко так. Но точную причину никто не знает. Подполковник Евгений Гавриков два года работал в Антарктиде на станции Новолазаревская. Он до сих пор хранит фотографии, сделанные во время этой командировки. На одном из снимков странная трехсотметровая воронка. Вокруг сильное разрушение, как от ударной волны. Опыт профессионального военного позволяет предположить их природу. Мне, как профессиональному военному, сразу же это бросилось в глаза, что да, и на этой местности в Антарктиде кто-то вёл боевые действия. Ну, посудите сами, ну, какой боеприпас может в скальном грунте в скалах, именно в скалах, сделать воронку диаметром 300 метров. Ну, не существует простых, обычных, обыкновенных бомб с обычным взрывчатым веществом, там, типа тротил, там, тол. Они не смогут сделать воронку такого диаметра. Недавние находки удивительным образом подтверждают самые смелые догадки учёных о прошлом и будущем не только Ледового континента, но, возможно, и всей планеты. В октябре 2016-го наша программа сделала неутешительный прогноз. Антарктиде осталось существовать не более 30 лет. Стремительность, с которой она разрушается, поражает исследователей. Что же находится под вечными льдами? И действительно ли они вечные? Я, Анна Чапман, открою эту тайну. Смотрите далее. Послание из космоса. Чем удивили учёных спутниковые снимки полюсов Земли? На полюсах мы можем выходить за пределы обычного пространства времени и видеть иные миры. Последний выход. Планета стирает из своей памяти очередную человеческую цивилизацию. Не перезаписывая информацию. Как правило, такие вещи могут происходить только перед смертью. Друг мой, Петька. Неожиданная привязанность человека и пингвина на пути к тайнам Южного континента. Крики такие душераздирающе протяжные. Такие длинные-длинные крики такие. Загадки истории. Что искала в Антарктиде экспедиция нацистов? Возможно, что у Генера, у его товарищей и коллег появились некие сведения о том, что Земля не так устроена, как мы себе представляем. Право первооткрывателей Антарктиды принадлежит российским мореплавателям. 28 января 1820 года к берегам континента подошла экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Действовали они по личному поручению императора Александра I. Надлежало проверить, что на самом деле находится вблизи Южного полюса. Никто не знал, есть ли там континент, есть ли там острова, или ничего этого нет. И ученые разных стран много лет спорили на эту тему. Существовали разные версии. И вот наши путешественники, наши мореплаватели отправились туда. Ну, увидели они, по сути дела, не землю, но увидели они лед. Лед, который простирался далеко к югу вот этого ледяного континента. Антарктида. Единственный незаселенный континент, центр которого совпадает с Южным полюсом Земли. Самое холодное место на планете, где рекордные температуры достигали минус 90 градусов по Цельсию. Предельно низкая влажность воздуха. Здесь фиксируются самые сильные и продолжительные ветры, а также наиболее интенсивная солнечная радиация. Точных данных о времени образования ледникового покрова нет. Предположительно, это могло произойти от 5 до 30 миллионов лет назад. Российская экспедиция положила начало изучению ледового континента. Но сто лет спустя неожиданно выясняется, что Антарктида была известна людям задолго до похода Беллинскаузена и Лазарева. В 1929 году при реконструкции средневекового дворца Тапкапы в Стамбуле ученые обнаружили архив адмирала Пири Рииса. Куски из кожи газели с загадочными рисунками начала 16 века. Внешне они напоминали географическую карту. И когда посмотрели на эту карту, исследователи обомлели, потому что там была нанесена территория побережья Антарктиды, причем безо льда. И очень точно, если предположить, что действительно карта начала 16 века, то каким образом перерезли этот адмирал, либо кто-то другой, каким образом они могли так нанести точное очертание, потому что для этого им нужна была аэрофотосъемка, которой тогда, как мы знаем, не было. Проверить точность средневекового картографа удается лишь в середине 20 века. В июле 1960 года воздушные съемки американских военных и сейсмическое сканирование материка подтверждают. Найденное в Стамбуле изображение Антарктиды действительно сделано то того, как континент покрылся льдом. Командующий ВВС США подполковник Гарольд Альмейер резюмирует. У нас нет идей, каким образом данные на этой карте могут соответствовать предполагаемому уровню географических знаний в 1513 году. Кто их создал, вопрос до сих пор открытый. То есть сам капитан Рейс, он был, я думаю, Пири Рейс, он был, в общем-то, малограмотным человеком, как все капитаны, в общем, турецкие, они из простых людей набирались. Он был предприимчивым, просто очень человеком, знавшим корабельное дело. Вот карты составляли какие-то люди, которые, ну, являли собой какую-то особую касту при дворе. И это были, можно сказать, засекреченные какие-то службы. Но почему от древнейшей цивилизации сохранилась только эта карта? Отчего адмирал Пири или кто-то другой не воспользовались ею для путешествия к неизведанному континенту? Ведь его нового открытия пришлось ждать до 19 века. Впрочем, и после этого заповедный материк почему-то не вызвал большого интереса исследователей. На тему русских исследований в Антарктиде тоже ведь существует очень много загадок. Да, начали и открыли Белинцгалузен с Лазаревым, а потом русские почему-то особой активности не проявляли. И причем не проявляли ее аж до окончания Второй мировой войны. Но это как минимум странно. Что отпугивало мореплавателей разных поколений от путешествий к новому материку? Только ли его труднодоступность и суровость климата? Теперь Евгений Гавриков начинает понимать, как близок он оказался к разгадке тайны Антарктиды. Вот комплекс пирамид в районе Петриот-Хиллс. Это туда ближе к антарктическому полуострову, ну, у основания антарктического полуострова. Вот, они четко видны. Я вот видел своими глазами, вот этими глазами, и трогал вот этими руками вот одну пирамиду. Я могу сказать со всей гарантией, что она есть, она существует, причем существует она неподалеку прямо от этой нашей станции Новолазаревской. Ну, буквально так вот на глазок метров 700 всего-навсего от станции находится пирамида. Она небольшая, где-то сторона основания, где-то порядка так, ну, 300-350 метров. Вот. Ну, это ровный прямоугольник, значит, она четырехугольная пирамида. Загадочная карта процветающей Антарктиды, таинственное кладбище доисторических животных, остатки рукотворных пирамид. Все подсказывает, что ныне безмолвный материк жил когда-то совсем другой жизнью. Но что произошло потом? Возможно, здесь есть для нас предупреждения, которые оставили древнейшие цивилизации. Тогда почему именно в районе Южного полюса? И на полюсах как раз образуется вот эта геомагнитная воронка, которая открывает доступ к иным измерениям, к феномену времени. То есть там даже время меняется, потому что силовое напряжение полей, там не только электромагнитное поле меняется, и эфирное поле по-другому выглядит, и поле времени, так называемое, хрональное поле. И вот есть версия сейчас, она всерьез рассматривается нашей наукой, что действительно на полюсах мы можем выходить за пределы обычного пространства времени и видеть иные миры, и контактировать, и получать дополнительную информацию. Каждая тайна, вырванная из недоступных кладовых Антарктиды, превращается в мировую сенсацию. В 60-е годы прошлого века появляется гипотеза о глубинном озере с пресной водой в районе советской станции Восток. А значит, там возможны какие-то формы жизни. Многолетние исследования позволили наконец пробиться сквозь четырехкилометровый ледяной панцирь и новое открытие. В воде обнаружены неизвестные науки морозоустойчивые бактерии. Таких микроорганизмов на планете больше нет нигде. А это стогласитесь очень существенно меняет картину о том, что же представляет собой Антарктида, как она вообще образовалась и что там находится. То есть, это вообще другая история. Возможно, антарктическая находка открывает пути к разгадке происхождения жизни на Земле. Озеро Восток единственный аналог подвлёдных океанов спутников Юпитера и Сатурна. И, как знать, не оттуда ли родом вся наша цивилизация? Все чаще новые научные открытия удивительным образом подтверждают древнейшие мифы о нашем инопланетном прошлом. Кто создал людей, когда возникает вопрос, возможно, есть некий нематериальный космический разум в виде кураторов небесных, которые скорее наблюдают за человечеством, которое сейчас находится. Если оно не туда пойдёт, то могут всякие катаклизмы начаться под воздействием вот этого разума. Рекордно низкие температуры и самые сильные ветры, предельно низкая влажность, мощная солнечная радиация, самый труднодоступный континент, тысячелетиями не подпускавших себе людей. Это Антарктида. Во всём не похожая на остальную часть Земли. Какие ещё загадки скрываются здесь от человечества? В июне 1945 года сотрудники СМЕРШа в Берлине обнаружили секретные карты. На них были отмечены маршруты прохождения морских глубин в районе Антарктиды. Были также найдены документы, подтверждающие отправку на ледяной континент из кадры фашистских подводных лодок. Что искали нацисты в Антарктиде? И почему эти лодки бесследно исчезли? Из секретного приказа Адольфа Гитлера от 10 января 1940 года подразделения наших учёных, моряков и подводников совершили невозможное. Вместе с отделами СС по изучению наследия предков из Великого Рейха они провели успешную работу и позволили нам открыть новые земли для освоения народом Германского Рейха в Антарктиде. Соблюдение мер по удержанию этой акции втайне возлагаю на рейх Сляйтера Бормана. Косвенные следы пребывания Третьего Рейха там, по крайней мере на оазисе Шермахера да, я нашёл. Была найдена лопатка. Там даже стоит заводское клеймо, фабричное заводское клеймо на этой лопатке с указанием названия фабрики, где было изготовлено на немецком языке клеймо и год изготовления 1916 по-моему год. Второй признак косвенный там бур есть, он до сегодняшнего нет, антарчит, бур, железный бур, которым экспедиция Третьего Рейха бурила, сверлила поверхность оазиса Шермахера. Оазис Шермахера, где находится российская станция Новолазаревская, назван именем пилота первым облетевшего побережье Антарктиды. Несколько самолетов прибыли туда в 1939 году в составе экспедиции немецкого полярника Альфреда Ричера. Ее назначение до сих пор вызывает множество вопросов. Уже, по сути, говорят, мир-то был накануне войны, и было понятно, что будет война. А ведь такая экспедиция – это очень затратное мероприятие, и достаточно длительное. Просто так смысла нет. Значит, что-то искали, значит, были какие-то резоны отправлять эту экспедицию туда, причем эта экспедиция была достаточно хорошо оснащена. В это же время к Ледовому континенту тайно направляется эскадра немецких субмарин. Результаты похода подводит генерал Карл Денец. «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай», пишет он. На другом конце света мы создали для фюрера неприступную крепость. Полвека спустя становится понятным, о каком рай шла речь в записях адмирала. Его подводная флотилия нашла в Антарктиде цепь пещер с теплым воздухом. Вот она дорога, вот место разворота. Вот сюда как раз и заходили подводные лодки конвоя фюрера. Там горячие источники бьют до сегодняшнего дня, поэтому летом здесь льда нету. Здесь они всплывали в этом заливе. Вот они здесь подходили разгружались. Здесь тягачи гусеничные подходили, грузы принимали. Зачем фюреру неприступная крепость в далекой Антарктиде, да еще и с планами переселения туда сотен тысяч чистокровных арийцев? Может быть подсказка кроется в тексте его тайного приказа? Среди первооткрывателей упоминается отдел СС по изучению наследия предков таинственной Аненербе. Полсотни его исследовательских институтов под руководством Гиммлера занимались поиском древних знаний для создания сверхчеловека. Вполне возможно, что у Гиммлера, у его товарищей и коллег появились некие сведения о том, что вот Земля, она не так устроена, как мы себе представляем, что есть, что верна теория полной Земли, и внутри есть некий обитатель. Может быть, это представители тех нас и тех цивилизаций, которые когда-то жили на Земле, но в результате некоего катаклизма, падения метеорита, например, глобального, они вынуждены были уйти вглубь Земли, под землю. Эти догадки подтверждаются и в докладе начальника главного управления контрразведки СССР Виктора Абакумова. В июне 1945 года он сообщает министру госбезопасности Всеволоду Меркулову об обнаружении секретных карт штаба ВМФ Германии. На них нанесена схема прохождения подводных коридоров подо льдами Антарктиды. В приложенных инструкциях они именуются входом в Асгарту. По арийской мифологии это название страны богов. Спустившись с небес, те положили начало древнейшим цивилизациям. Четко видна стрела выдолбленная прямо в скальном массиве в скальном массиве в скалах выдолбить мог только человек. Размеры этой стрелы где-то ширина где-то метров 300 длина где-то около полутора километров этой стрелы. Четко видна аккуратненько ровненько изумительно ровненькая стрела. Уже дома профессиональный военный начинает собирать полярные впечатления заново. Научным путем проверять свои догадки об особом предназначении Антарктики. Оказалось если продлить направление этой стрелы дальше то она точно показывает на южный географический пояс. То есть для летательного аппарата который пролетал бы над этим районом значит этот дорожный указатель как бы показывал что да на южный полюс двигаться вот туда указывает. Почему на южный полюс? Ну тут опять же такая кто-то считает ее фантастической гипотезой но есть такая довольно обоснованная теория полой земли так вот вход в полую землю как раз он и находится на полюсах один вход на северном полюсе другой на южном полюсе так вот возможно эта стрелка и показывает сторону входа на южном полюсе за северном полюсах на южном Продолжение следует... Словно неведомая сила охраняла от человечества недоступные его пониманию тайны, а, быть может, и управляла ходом жизни на Земле. Смотрите далее. Хозяева Антарктиды. Что роднит пингвинов и человека? У пингвинов есть детские сады, вы хорошо узнаете об этом. Ваше сиятельство? Какую власть над человеком получила северное сияние? Потеря ориентации к пространству, потеря связи личности с собой. Назад в будущее планета ставит перед человечеством временной барьер. Нас всех отбрасывает, постоянно отбрасывает в прошлое, 2016 год. В начале прошлого века оккультные учения берут на вооружение многие правительства. Их спецслужбы соревнуются в поиске скрытых сил, способных дать власть над миром. И, может быть, над самой планетой особое внимание к людям с экстрасенсорными способностями. Именно эти люди, они могут стать проводниками, многие из них проводниками, к знаниям, зашифрованным в земле, в живой, в живой нашей матери земле, которая еще немало нам преподнесет сюрпризов. Вот эти вот послания из недр земли, их надо просто уметь читать, уметь распознавать. И, я повторяю, делают это очень немногие пока. Но больше всех в поисках тайных мест и сакральных знаний преуспела Анненербе. Во время Второй мировой войны она проводит секретные операции и у Северного полюса в оккупированной Арктике. Если земля полая, то ее энергия и накопленные знания должны копиться именно в приполярных районах. Там, как бы, на этом полюсе связь с высшими цивилизациями тоже легко доступна, и время течет по-другому. То есть Шамбалу искали и на Южном полюсе, и на Северном, и в Димаваях. Потому что там время совершенно по-другому может распределяться. Вот если мы выйдем на вершину горы, поднимемся, равнина вся перед нами, и мы можем взглядом в любую точку этого пространства окунуться и увидеть, что там полюса Земли – это такие верхушки, такие вершины, с которых видно и прошлое, и будущее. В арктической экспедиции Анненербе соперничает с советским АГПУ. Обе спецслужбы пытаются разгадать обряд мерячения у саамских племен Кольского полуострова, когда люди впадают в групповой транс, синхронно выполняя любые приказы. При этом теряют чувствительность к боли. Некоторые ученые объясняли эти припадки способностью человеческого мозга излучать биологическую энергию, связываясь таким образом с космическим разумом. Во время вот этого каталептического состояния человек может увидеть предков, иные миры, связь с ушедшими предками может организоваться, потому что вокруг планеты Земля существует так называемая ноосфера, которую Вернадский в свое время изучал и ее назвал этим словом. Это информационно-энергетическое пространство, связанное с земной биосферой. Но дальнейшие исследования приносят неожиданный результат. Сверхспособности саамских шаманов не действуют за пределами Арктики. Обряд мерячения они могут проводить только в приполярных районах. Ученые объясняют это эффектом северного сияния. Северное полярное сияние – это поток сильно ионизирующих частиц. Он сбивает нормальную работу мозга, прежде всего нарушается работа психики. То есть человек не понимает, где он находится и что ему делать. И вынужден совершать неадекватные действия, неадекватные поступки. Просто потому, что нарушились связи между нейронами мозга. Идет отделение организма от его психики. Нарушается его гармония. И тогда человек вынужден вести себя спонтанно, непредсказуемо. Научные исследования объясняют природу влияния северного сияния на человека. Но отвечают далеко не на все вопросы, связанные с приполярными аномалиями. Если начать задумываться, почему оно происходит, почему его в Антарктиде нет? А вот оно только в северном полушарии. Почему? Ведь какой-то причина есть, какое-то объяснение должно быть. А наука этих объяснений не представляет. Следовательно, эта тема еще не изучена. И начав изучать ее, тут можно натолкнуться на очень интересное открытие. Возможно, объяснение многим паранормальным явлением надо искать в архивах спецслужб. В середине прошлого века их острое соперничество привело к открытию, которое долгие годы держалось в тайне. В середине 90-х слышал из уст очень опытных и интересных людей, типа Сергея Вронского, такого экстрасенса, очень известного разведчика, историка. Он тогда впервые об этом во всеуслышание сказал, что Земля – это живой организм. Некоторые районы Тибета, как ни странно, они очень похожи на снимки участков мозга человека. То есть вот еще несколько районов Земли также абсолютно совпадают со строением мозга. По своему строению, если Землю сравнивать с мозгом человека, то она делится тоже на полушария Антарктиды, которая находится на юге. Она как бы больше тяготеет к левому полушарию Арктика, полярные земли на севере, тяготеет наоборот к правому. Если продолжить сравнение строения Земли с человеческим мозгом, тогда Антарктида, левое полушарие, отвечает за рациональные ощущения. И наоборот, Арктика за эмоцией. Не этот ли расклад и объясняет природу северного сияния, отчего оно появляется только в арктических широтах? В древности северное сияние называли зовом предков. На многих людей оно оказывало просто гипнотическое влияние. Они начинали вести себя, как лунатики. Такое необычное поведение возможно было следствием воздействия инфразвука. Ведь с его помощью можно вызывать массовую панику у людей и животных, раскалывать громадные ледяные массивы и даже, как утверждают некоторые исследователи, управлять временем. Если существует мировой космический разум, контролирующий ход жизни на Земле, то должен быть и какой-то передатчик. Что-то наподобие нервных клеток, проводящих к мозгу сигнал об угрозе. Исследователи выдвигают совершенно невероятную гипотезу. Такого рода инструментом может быть сама Земля. Возникающий из ее недр инфразвук – это отголоски тех самых предупреждающих сигналов. Потому что этот звук, инфразвук, он вообще не из нашего мира. Его в этом мире нет. Он чужеродный. Наложение каких-то факторов. Например, в пещере поменялось резкое давление. Внутри. В общем, в шахте. Инфразвук стал идти такой резкий, потому что воздух из одной шахты в другую переходит очень быстро и под неправильным давлением. Возникает инфразвук. Воспринимается это как угроза. И уходят все живые существа оттуда. Несколько лет спустя, после возвращения из антарктической экспедиции, Евгений Гавриков снова и снова пересматривает собранные там материалы и пытается понять, что же помогло ему прикоснуться к загадкам ледяного континента. Сама судьба стала подстраивать жизненные ситуации таким образом, чтобы я что-то увидел. Я прямо чуть не на физическом уровне стал ощущать, что кто-то большой и сильный создает ситуации, складывает таким образом, чтобы я специально это увидел. Поводырем судьбы неожиданно становится пингвин. Человек подобрал и вылечил раненое животное. Назвал Петькой, приучил его брать корм с руки, гулял с ним в окрестностях станции. Теперь их маршруты кажутся не случайными. Вот здесь видна, если присмотритесь, то увидите, как бы цилиндрическая какая-то конструкция каменная. Это когда-то была каменная башня. Я по этой башне шел вот этими самыми ногами, неся в руке пингвина Петьку. Вот это шельфовый ледник. Вот здесь я Петьку выпустил на волю. Поэтому, когда назад я возвращался, я ее внимательно смотрел. Я ее руками пощупал, потрогал. Меня тогда еще удивило. Какая-то конструкция какая-то интересная, каменная такая, цилиндрическая. И вот когда я вернулся и сделал гугловский снимок, вот он подтверждает, что это когда-то стояла вертикальная башня. Неуклюжий хозяин ледового континента словно специально наводил Гаврикова на будущее открытие. Словно между человеком и пингвином установилась некая телепатическая связь, и животное пыталось передать человеку свои знания. Возможно, и через инфразвук. Во время опасности некоторые животные не издают такой звук. Близкий к инфразвуку. Например, статные животные. У них и есть такой механизм. Они взяли и закричали. Они знают, что таким образом активизируется отделы мозга, отвечающие за то, что здесь опасность. Сигнал. Инфразвук. Что же хотел передать человеку пингвин? Почему эти морские нелетающие птицы живут только в Антарктиде, а все попытки переселить их в схожие арктические условия оказались неудачными? Какая неведомая сила держит животных у Южного полюса? И почему мы интуитивно чувствуем в них родственных созданий? Смотрите далее. Ядерная зима. Могло ли обледенение Антарктиды стать последствием атомного взрыва? Видите здесь вот скалы? Они аж сверкают, блестят на солнышке. Они оплавленные. Антарктида как доказательство теории инволюции в альтернативном развитии цивилизаций. Какая-то популяция людей, появившаяся в очередной раз на планете, то она может просто от деградации действительно превратиться вот в этих животных. Остановись мгновение. Временной тупик или развилка? На некоторых этапах временной линейки существует, так сказать, перекрестие, перекресток. Можно пойти одним путем, а можно пойти другим путем. Антарктида по-прежнему с неохотой раскрывает свои секреты. Ее недоступность порождает все новые теории о спрятанном здесь космическом разуме, который управляет человечеством. В недрах южного континента найдены уникальные микроорганизмы, позволяющие пересмотреть всю историю планеты. Возможно ли, что последними хранителями ее тайн остаются пингвины, давние хозяева антарктических льдов? И кто знает, может, они обладают разумом, схожим с человеческим? Я убедился в присутствии интеллекта. По крайней мере, у моего конкретного пингвина Петьки стопроцентный был интеллект. Я сажусь перед ним на корточке. Стой на месте, никуда не дергайся. Ты понял? Он стоит как каменный, не шелохнется ничего. Ни крика, ни писка никакого. По теории эволюции, человек стал вершиной развития жизни на Земле. Но существует и другая гипотеза – инволюции. По ней все могло быть иначе, и при каких-то условиях ранние инопланетные цивилизации могли опускаться до уровня животных. В прошлом многократно Земля заселялась из неразнообразными живыми существами, разумными, в том числе и людьми. Если люди, какая-то популяция людей, появившаяся в очередной раз на планете, не выйдет на какие-то космические масштабы и не как-то завершит свой цикл вовремя, то она может просто от деградации действительно превратиться вот в этих животных. Судя по этой теории, пингвины могут быть нашими предками, потомками одной из древнейших цивилизаций, которая не выполнила своей миссии и по неразумению погубила себя. К какому открытию вел пингвин Петька своего друга? Вот довольно интересный снимочек. Значит, это на отдельном скальном массиве был обнаружен рисунок. Рисунок, отставленный уцелевшими жителями той цивилизации, когда-то жившей на континенте Антарктиды. Что здесь изображено? Из вершины пирамиды вырывается красно-коричневым цветом пламя. Вот я здесь его, ну это черно-белое здесь сделаю. Так вот, для акцентирования внимания, вот это пламя почему-то обведено эллипсом. Они акцентировали внимание на этом пламени. Значит, что это очень важно, что благодаря и вот этому мы были уничтожены. Могло ли обледенение континента стать следствием ядерной зимы? Не от нее ли спасались стада динозавров 70 миллионов лет назад? Вот видите, скалы. Вот это наша станция. Вот этот красный домик, вот в этом домике я год и прожил. Вот моя комнатка была вот как раз на этом углу. Вот в этом углу моя комната была. Так вот, видите здесь вот скалы? Они аж сверкают, блестят на солнышке. Они оплавленные. Если Арктика, как аналог правого полушария мозга, собирает эмоциональную информацию, то на другом полюсе должны храниться знания Земли о прошлом и будущем. О чем предупреждают следующие поколения таинственные рисунки на скалах Антарктиды. Были времена, когда Земля, будучи всеобщим огромным мозгом, как бы излучала постоянную какую-то живую энергию. И благодаря этой энергии люди на Земле благоденствовали, развивались цивилизацией. Но потом произошло нечто на Земле. Никто не знает, какой это был процесс, какой-то природный какой-то или технический катаклизм, когда вдруг началось великое потепление, когда начали уходить льды, снега, образовались вот те земли, те странные какие-то непонятные земли, которые сейчас мы называем Антарктикой, Арктикой. И этот мозг стал как бы самоуничтожаться, самоиссушаться, портиться. Какие экстренные усилия необходимо предпринять человечеству, чтобы остановить разрушительные процессы и не повторить судьбы, предшествующих цивилизаций. Нарушение взаимодействия полушарий мозга приводит к проблемам с моторикой, а в некоторых случаях к возникновению галлюцинаций. Возникает так называемый синдром расщепленного мозга. Одно полушарие слабеет и перекладывает свои функции на второе. Предположения о том, что жизнью на Земле управляет супермозг, высказывались фантастами неоднократно. И вот теперь физики готовы с этим согласиться. По данным исследования, опубликованного в Nature Scientific Reports, у всех систем один и тот же алгоритм развития, будь то интернет или Вселенная в целом. Они самообучаемы, как живые существа. Человеку в этом помогают зеркальные нейроны мозга, которые отражают и запоминают чужие действия. Такие же электрические разряды возбуждают и полюса Земли, как левое и правое полушарие. Обыкновенный аккумулятор автомобильный, плюс и минус. Между ними течет ровный ток. И вот когда есть гармоничное взаимодействие между Антарктидой и Северным полюсом, двумя полюсами, то вся Земля насыщается энергией ровной, гармоничной. И биосфера живет. Но если искра вдруг образуется, короткое замыкание, а между полюсами такие искрящие моменты, они периодически возникают, это под влиянием космических событий, то тогда биосфера и эмоциональная сфера человечества приходят в возбуждение, и возникает опасность войны. Войны постоянно происходили и будут происходить в теле цивилизации вот из-за этих искр короткого замыкания. В 1820 году, когда экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду, население Земли перевалило за миллиард. И с этих пор начались самые масштабные войны в истории человечества. Применяется все более совершенное и смертоносное оружие, которым люди уничтожают друг друга. Вторая мировая становится венцом всеобщего ожесточения и, казалось, преддверием новых битв. Так что у нацистской экспедиции к Антарктиде могли быть вполне прагматические цели. Их интересовала, безусловно, территория, насыщенная полезными ископаемыми. А вот в Антарктиде его полно, эти роды урановые. Что-то немцы могли быть заинтересованы, потому что они очень плотно вели разработки атомного оружия. И, скорее всего, атомная бомба у них уже была. Есть такая точка зрения, что уже в 30-е годы там были советские военно-научные колонии, которые, соответственно, занимались и исследовали. Но чего они исследовали и какие результаты они получили, это, конечно, неизвестно. Антарктический договор подписан 1 декабря 1959 года. Он объявил материк всеобщим достоянием и закрепил его особый безъядерный статус. Принятию этого документа предшествовали загадочные события. Быть может, именно они поторопили международное сообщество. Смотрите далее. Нежданные гости. Субтитры создавал DimaTorzok Прыгает и кричит протяжно. У меня слезы градом уже текут. И орет. Самое главное, орет. Абсолютно не по пингвине. После окончания Второй мировой войны стало известно об антарктических экспедициях под лодок Рейха. Тогда к Южному полюсу отправляет в свою флотилию американское правительство. Американцы решили проверить, а что же там такое. Создали экспедицию, флотилию под руководством адмирала Ричарда Берда. Эта флотилия, подплывая к земле Королевы Мод, наткнулась у антарктических уже льдов на какое-то необъяснимое сопротивление неких летающих объектов, которые выныривали из воды диски. Летающие диски, НЛО. И летали по воздуху, пролетая на бреющем полете над кораблями, просто влияли на приборы, приборы отказывали, оружие не работало. Версии о встрече американской экспедиции с иноземной цивилизацией разрознены и противоречивы. Известно, что адмирал Берт действительно спешно на полгода раньше закончил свой поход. Доклад правительству об обстоятельствах и причинах такого решения засекречен. Его автор, знаменитый полярник, объявлен чуть ли не сумасшедшим. Тем не менее, антарктические военные операции продолжились. В 1958 году американцы предприняли серию из нескольких взрывов атомных. Они взорвали на достаточно большой высоте над Антарктидой. Атомное ядерное оружие, разряды не очень сильные, но тем не менее, возникает вопрос, зачем они это делали. Ну, официальная версия гласит, что они испытывали озоновые слои, ввели такие ионосферы, изучали и прочее, прочее. Но ни до этого, ни после этого таких экспериментов не проводилось. И, кстати говоря, вот скоро после этого и был заключен международный договор об Антарктиде в 1959 году. Возможно, поспешный договор 1959 года заключался не только между правительствами. Это было частью соглашения с представителями внеземного разума, остановивших человечество от необдуманных шагов. Конец Второй мировой войны ознаменовался испытанием атомного оружия. А вот атомное оружие – это уже не пики с дротиками и пищали. Они могут, ну, если предположить, что внутри Земли живет некая цивилизация, возможно, не одна, вот атомное оружие может представлять для них очень большую угрозу. И, соответственно, когда наши, условно говоря, начинают взорваться, представители других миров, более развитые, более продвинутые, они, соответственно, наши бы говорят, ну, вот этого не делайте, пожалуйста. Древние предания и библейские тексты полны рассказов о страшных катастрофах. От Великого потопа до Армагеддона. Последние битвы добра со злом в конце времен. Человечество не раз становилось на краю пропасти. Что же удерживало его от гибели в последний момент? А может быть, наоборот, мы все это уже пережили? Но мозг Земли каждый раз переписывает память планеты. С тех пор, как началось потепление, мозг постепенно, мозг Земли постепенно стал умирать. И все, что мы сейчас видим, это как раз проекции и галлюцинации этого мозга, которые и возникают, и исчезают практически бесследно. Часто эти видения обрывочны и подчас не имеют ни начала, ни конца. Более сильное полушарие, Антарктида, например, оно пытается напомнить другому, наименее мощному полушарию, который отвечает за другой полюс, его функции. Но из этого ничего не получается. И нас всех постоянно отбрасывает в прошлое, 2016 год. Год последнего остаточного воспоминания Земли, в которой она перестала существовать как живой организм. Боль вулканов, гнев, цунами, резкое изменение климата. Планета словно корчится в предсмертных конвульсиях. Может быть, действительно Земля больна, и глобальный мозг Вселенной готов к саморазрушению? У головного мозга есть ряд функций. Одна из функций – это записывание информации и стирание информации. Если какая-то функция нарушается, то человек не может, например, информацию стирать. Но он просто информация не стирается. Тогда он вынужден прокручивать заново одно и то же. То есть его мозг не дает ему идти дальше, потому что дальше можно идти только стирев предыдущую информацию. Такие вещи возможны. Но, как правило, они всегда свидетельствуют о том, что человек скоро умрет, не перезаписывая информацию. Как правило, такие вещи могут происходить только перед смертью. Евгений Гавриков отработал в антарктической экспедиции год с небольшим. Пришло время покидать континент, заканчивалась удивительная дружба пингвина и человека. То, что он увидел с борта уходящего корабля, повергло подполковника в шок. Вот очередная льдина плывет, значит. Я так смотрю, на ней какой-то один-единственный одиночный пингвин. Стоит так и в полголоса – Петька. Бах, смотрю, пингвин замер. Я уже в полный голос кричу ему – Петька, Петька. А тут Дим как раз уже течением прижала к борту Федорова. Пингвин подбегает прямо к борту корабля, прыгает. Самое главное – кричит. Кричит абсолютно не по пингвине. Пингвины так не умеют кричать. Крики такие душераздирающие, протяжные. Такие длинные-длинные крики такие. У меня слезы градом уже текут. Самое главное – орет. Абсолютно не по пингвине. Ну, а тут уже это течение все-таки длинку несет. И Петька мой уплыл. Тогда это все показалось трогательной сценой расставания двух друзей. Теперь за ней видится нечто иное. Словно своими необычными криками, пингвин пытался предупредить о чем-то. Докричаться, предостеречь. Пока еще не пройден важный перекресток. Мы живем в линейном времени, а вообще говоря, существует версия, что на некоторых этапах временной линейки существует, так сказать, перекрестие, перекресток. Можно пойти одним путем, а можно пойти другим путем. Поэтому вот это распутье или принцип дивергентности. Ди – это два пути. И если мы вернемся вот в эту точку пересечения силовых линий и временных потоков, мы можем войти в иной совершенно континуум и жить в ином пространстве времени. В августе 2016 года из Антарктиды приходят новые пугающие сообщения. Гигантский ледник «Ларсен-Ц» стремительно разрушается. По обе стороны нарастающего разлома началась паническая миграция пингвинов. Они как будто сходят с ума от страха и толпами несутся в сторону океана. Еще недавно климатологи заявляли, Антарктида исчезнет не раньше, чем через сто лет. Сейчас они в этом уже не так уверены. Но, возможно, Антарктида – это всего лишь ложные воспоминания угасающего сознания, которое мы называем планетой Земля. Что же остается нам, людям? Следовать своему предназначению, учитывая опыт ошибок прошлого и разгадывая его загадки. Я, Анна Чапман, открыла все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм. Продолжение следует... Продолжение следует...